Всем привет! Сегодня у нас 1 июля, четверг, и мы с вами традиционно в Можайском районе Московской области, но не на 141-м километре Минского шоссе в окрестностях села Семеновска, хотя мы сейчас с вами туда отправимся, а у меня дома. А почему? А потому что у меня камера попала все-таки под дождь, что-то там глюкануло, и часть файлов, включая отснятое начало видео, они просто канули вечность. Ну, будем лепить из того, что было, начало вот мы вместе с вами переснимаем. Итак, что у нас изменилось за неделю? Помним, что лисички у нас продолжали свой рост, новые поляны стали работать, новые грибницы, но в размере они особо не увеличивались, не хватало им влаги, плюс их успешно подрезали. Появились первые благородные, но единичные, ожидаемо это оказались под осиноке, и казалось бы, вот должны пойти дожди, и грибы должны просто попереть, в том числе благородные. Ну, сохраним интригу. Что изменилось за неделю? Предлагаю сходить и посмотреть. Пока мы будем с вами бродить по лесу, я буду наслаждаться ароматом роз. Погнали! Лисички, 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 лисички. ну этих ребят какое-то невероятное просто количество лисички лисички сколько вас ну сколько вас от маленьких до крупных только стартующих невероятно что дайте можно дальше идти лисички 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 все я попал а нет не попал я вот отсюда пришел видите желтая еще лисички вы посмотрите сколько тут молодежь вы посмотрите ну что это такое ну вот как это ну как это называется вот как это называется как ну теперь точно попал не снова желтая поляна кто-то тут вот подрезал лана сейчас выберем крупные пойдем жиробас свет сам то зажигает 100 гасит видите резали здесь здесь вот полянка остался причем опять же много молодежи вон пару-тройку крупных можно взять вам горох и там вон или и вот еще одно обновление 2.0 сезона 2021 года спустя неделю под груздик били совсем били смотрите с водичкой процесс пошел 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 товарищ напился не хочет уходить пусть сидит и это грибница начинается вот оттуда идет сюда не подавить смотрите молодежь и прям вот горох горох здесь горох здесь уже подросшие вот сколько их нужно находить тысячи явно что не сотни просто прям пум представляете они еще вырастут еще вырастут вот сюда полезли то есть сходи не хочу ползай точнее главное сейчас проползем отберем труб ничок вот вот короче одному идти в лес нельзя иначе на коленках будут дырки надо брать с собой подмогу это а-б-б-д-д-д- смотрите какой натюрморт желтенькая лисичка и зелененькая молоденькая шишка все красотища тысячка такая там жаробасная такой у нас шиш андрей сейчас самое время идти в лес с детьми потому что пошла лесная ягода а сейчас я вам покажу лайфхак из детства если у вас вдруг не оказалось подругой тары какой-нибудь и вам нужно собрать земляничку берете дергаете травинку обычная травинка да детям будет интересно берете земляничку и вот так ее нанизывайте есть берете следующую и вот так ее нанизывайте и получается вот такой класс у нас и можно таких соломинок набрать сколько угодно ягода у вас останется целая потому что положив пакет будет киш-миш ничего не будет а так и красиво и удобно и для детей вообще это прям шашлык из земляники все сам съем и копьем и опять кто лисички вот прям на краешке пусть они сейчас везде с краю в глубине и не маленькие вот такие толстуны жаробасы она не кучкуются от смотрим берем идем бочоночек клёвый так дождь пошел обалдеть у меня здесь посмотрите желтая поляна такие вот уже они не маленькие даже на окраине то что оставляли неделю назад теперь пожинаем подросли ладно буду резать буду бить все равно лисички водить дождик потихонечку усиливается он то начинает то прекращается даже не знаю я на него честно говоря не рассчитывал поэтому камеру жалко лисичка нам уже хватит можно конечно тут ходить ведрами набирать при желании но нам надо возьмем пока столько а потом еще приедем другие пусть покушают правильно желтое счастье класс как ни крути а без своего благородного мы сегодня не уйдем вот он такой вот полосиновик очевидно что старикам такой он уже есть сплешью посмотрите облысел от переживаний дать проверим вдруг он хорош порежется молодых благородных нет понятно что это из предыдущей партии но на грибнице из партизан из первых разведчиках дожди пошли но грибы благородные не пошли зато лисичек давайте проверим пляшивца под шляпу вдруг нет здесь есть это нормально тут он весь такой расхлябанный мы его посеем мышкам ёжиком следующий раз придем когда они попрут будет их пятьдесят три с половиной раза больше нет пятьдесят четыре одну десятую свой благородный мы нашли да когда столько лисичек как-то пофиг посмотрите дожди дождями но в лесу ничего не чавкает не хлюпает и относительно сухо а на открытых участках где трава вот там чавкает и плюхает так что лесу нужно еще водички либо подождать а у нас очередные лисички и шишки я уже сбил со счет то сколько в лесу этих желтых солнечных полян просто как немереное количество место подосинок of пока вот такая вон она красная икра смотрите и грибы интересный даже боюсь представить что будет если дальше смотрите как березу выгнула катапульта вот и закончилась наша очередная прогулка по лесу результат сегодня вот такой первое в этом году полное ведро чистых грибов вы это закономерно лисичка дожди пошли лисички на пользу старые грибницы работают на всю появились новые размеры от самых маленьких от горох и да вот таких вот товарищ как они за неделю вымахали что мы оставляли пришли собрали что касается благородных грибов то их нету совсем нету нашли мы один подосинок это очевидно из той партии что был неделю назад молодежи нет а почему потому что на открытых участках все хлюпает а внутри лес все равно все таки суховато можно и на коленках ползать и лежать что хочешь делать то есть нужно время еще ну подождем другой плюс опять же что нового появились сыроежки появились валуи появились подгрузки класс класс ну с лисичками с такими лисичками ничего мы без благородных переживем лесная ягода да земляника черника самое время ехать в лес и ехать с детьми им будет интересно две вещи только им не позволяйте ничего брать в рот без спроса и покажите обязательно борщевик и приучить к тому чтобы обходили это растение стороной остальное пожалуйста бегай прыгай лазей кричи во всю глотку да и да не забудьте взять по себе знаю по своим детям что здесь если дома есть не заставишь тут аппетит там полчаса и уже давай есть чего-нибудь поесть но счастье счастье на этом собственно говоря и всю ситуацию в лесу знаете как провести выходные решайте сами кому понравилось со мной гулять ставьте вот так подписывайтесь кому не вот так добра тепла сибирского здоровья пока пока увидимся а